Я согласен с тобой, я не вижу каких-то кардинальных перестроек в действиях. Как играли, так и играли. Действительно, где-то более страстно, где-то более быстро, где-то более удачливо даже. Опасно, опасно! Момент! Чипецов! Вот так будет потасовка, без неё никуда. Гончаров и Уилсон сцепились. Уилсон, по-моему, чуть ли не первый раз подключился в атаке. Вот это вот нельзя делать, конечно. Всё-таки вот терпел, терпел Гончаров, да? Всё-таки, да. И вот тут и... То, что отбросил он Уилсона шлемом, это, конечно же, не очень. Атака очень опасная, и Уилсон всё правильно делал в направлении дальнего, низа, провоцируя вот этот самый отбив шайбы. И Светберг большой, молодец, где-то ему даже и повезло, потому что Чипецов накатывал и бил практически в пустыне. Я не так часто вижу, чтобы шлемом, правда, был. Ой, это очень... Это не из-за рождения. Поэтому Уилсон из себя и вышел, то, что так будет действовать. Я не знаю, у меня регламента нет, сейчас под рукой, конечно, посмотреть, что в таких ситуациях может быть. По крайней мере, я впервые вижу, чтобы вот шлемы придались. Ну, а как? Вот ты прописывать будешь, да. Та же атака, наверное, в голову, вот что-то. Не спортивное поведение, не спортивное по-всякому. Вот как бы даже не обсуждается. Вот Гончаров было в третьем матче уже до 5 плюс 20, и сейчас, я думаю... Это немножко другая история. Или та же самая, что Ключка, которую он размольчил в Абортике, выходя с площадки. Кстати, вот сейчас арбитр лежал. Ну, вот, как я говорил, в первом матче, что оба должен получить больше, чем Григоренко за пустыечку, да? Так я скажу и сейчас, что, конечно, должен Гончаров получить больше, чем Григоренко. Ну, дождемся, наверное, да, вердикта арбитров, поскольку они-то больше осведомлены, что и как это расценивать в такую жесть агрессии, я бы сказала.